Заходите и вблите на новые удивительные приключения, которые ждут вас в Стэнли Парабол. И всё, да вы издевайтесь? Сим Хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Стэнли Парабол. Делюкс Ультра Мега Эдишн Экстрим Про. Делюкс Ультра Экстрим Мега Ультра. Сделайте то, что вы выбрали сами. Не дайте времени... Да это ложь. Даже если я нажму на выход. Это всё равно не... Это предоставленный выбор мне. Это не... У вас нет выбора. Никогда. Вы выбираете из того, что есть. Это знаете, как родители подходят к ребёнку, который ничего не хочет делать, и говорят, ты пойдёшь заниматься спортом. Выбирай. Теннис или карате. И всё. Выбор как бы есть. Ты чувствуешь себя хорошо от того, что у тебя есть выбор, но при этом у тебя нет выбора не идти заниматься спортом. Давайте попробуем здесь ещё раз пройти. Погодите, вот мы ещё сюда же не ходили. Попробуем. Он сделал крюк через техническое помещение и через дверь напротив вышел прямо к переговорной. А! Окей, окей. Мы можем пойти туда, дальше, где мы были. Теперь попробуем спуститься сюда. Что это за место? Угу-угу. Но Стерни не хотел возвращаться в офис. Он хотел побродить и совсем уж заблудиться. Теперь, чтобы вернуться, ему надо было пойти... Так, отсюда получается налево. Точно? Аль ты врёшь мне. Аль ты врёшь мне, проказник. Нет, он правильно говорит. Только сюда и можно пойти. О, нет, направо. Ошибся. Нет-нет-нет-нет, не направо, не направо. С чего я решил, что направо? Откуда я это взял? Ясно же, что... Так, подожди-ка, секунду. Ладно. Что он делает? Сонарий ищет. Так, посмотрим. Мы пошли направо, налево, вниз, налево, направо. А, да-да, всё так. Разобрался. За продолжением истории точно надо идти... сюда. Кто там сидит в машине? О, боже мой. Мы снова здесь. Нет-нет-нет-нет-нет! Всё не так. Тебе сюда ещё рано. Тут всё в спойлерах. Стэнни, закрой глаза. Так-так-так, хорошо. Просто, просто вернёмся к... Кого я обманываю? Всё, пошло к чертям. Вся история коту под хвост. Давай-ка лучше не будем тратить время, пытаясь спасти эту чушь. И просто начнём игру сначала. И на этот раз не уходить так далеко от маршрута, ладно? Итак, сначала... Опа! Мы заспойлерили себе. Ну, то, что мы видели. На самом деле, тоже получается и не спойлер, потому что мы это всё видели. Почему я видел там дверь открытой? Я хочу туда попасть. Когда Стэнни... Стоп, простите, что? Нет, я же... Я перезапустил игру! Я ведь перезапустил игру с самого начала, начисто! Всё должно быть... Или что-то изменилось? Стэнни, ты точно ничего не менял в комнате с кучей мониторов? Ты что, как-то изменил сюжет или... Так, почему я тебя спрашиваю? Это ведь я его написал! Я же видел его минуту назад! Он точно где-то здесь? Ладно, тогда будет где-то приключение. Давай, Стэнни, ищем сюжет! Стэнни, ищем сюжет! Ммм, погодите. Знаешь что, приключения хуже у меня ещё не было. Точно тебе говорю, раньше тут был сюжет. О, мы вернулись. Нам что, просто перезапустить игру ещё раз? Не думаю, что мы её куда-то продвинемся, если будем раз за разом её перезапускать. Погодите. Но так тоже подойдёт. Ладно, давай попробуем. Почему нет? Да блин! Там же было куда пойти! Нееет! Все его коллеги пропали. Что бы это могло значить? Погодите, он сейчас будет что-то опять новое гнать. Вот эта дверь, вот эта дверь! Видите, она открыта, и там открыта. Это снова то же самое. Ладно, так ещё хуже. Что-то я совсем всё забыл. Возможно, сюжет там, откуда мы пришли. Давай пойдём обратно и посмотрим, не упустили мы чего. Всё по-другому же стало, нет? Ага, так и знал, мы что-то упустили. Сюжет, вот и он. Вот и он. Сказал-ка, это более зловеще, если честно. Нет, стоп, это явно не сюжет. Ладно, тогда давай вернёмся другим путём и повторим наши шаги. Он сейчас взбесится, я чувствую. Сейчас будет... О, нет. Ой, как стрёмно! Так, честно признаться, я это место не узнаю. Это по сюжету? Не думаю. Не очень хорошо помню, но моя история вроде была в офисе, правильно? Ммм, ты не помнишь, Стэнли? Знаешь что, раз я совсем забыл, что мы должны делать, как насчёт такого? Ты победил! Поздравляю! Есть! Отлично постарался, твои усилия купились с Торицей. Ты молодец. Нет, нет. Тут тоже что-то не то. Мы оба знаем, что ни черта, ты для этой победы не старался. Бывают честные победы, но это явно не из их числа. Ладно, здесь становится неуютно. Мне всё равно, что из этого выйдет, я перезапускаю игру. Опа! Так, я придумал. На этот раз, чтобы мы не потерялись, я использую линию приключения The Stanley Parable. Просто иди по линии, TM. Несложно, правда? Пошли по линии. Что? Это шум. А, это копир. Вот сюда. А мы сюда не ходили. А мы сюда не ходили. Погодите. Мы сейчас... Есть на что мы пройдём в эту езду. Так. Нет, нет, я всё... Всё, теперь дело за линией. Хорошо, идёмте по линии. Получается... Я вообще чувствую, что мне просто... Мной играют. Знаете, меня заставляют идти. Меня заставляют идти просто... Чтоб я посмотрел на всё. На всё, что они хотят мне показать. Видишь? Линия знает, где сюжет. Он в той стороне. Четыре знака вопроса. Восемь. Иди же, Стэнли, к своей судьбе. Вот так. Ну вот, что я подумал. Если мы куда-то приходим, разве мы туда не шли? Даже если там нет сюжета. Другими словами, разве сюжет без цели это не сюжет? Погодите. Разве просто двигаясь вперёд? Мы уже не отправляемся в путешествие, и цель возникает сама собой. Лишь потому, что такова природа вещей. Стэнли, слушай, мне очень важно, чтобы ты следил за мыслью, сосредоточься. Мы ведь оба согласны с тем, что природа вещей всего лишь побочный продукт субъективного восприятия этих вещей. Значит, если моё восприятие тебя зависит от твоего субъективного восприятия этого офиса, то этот офис — каркас моего собственного относительно субъективного ментального конструкта. Что? Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Это уже что-то странное. Блин, хочу извиниться, не знаю, куда меня тут понесло. Знаешь что? Я думаю, сейчас стоит выключить... Включить весёлую музыку, чтобы взбодриться. Приключения! Приключения! Господи! Какое приключение весёлое! О, боже мой! Здесь будут люди, интересно, ещё? Уоп! Уоп! Чтобы не сходить с линии! Ах! Музыка идеально подходит к этой линии! Та-та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. стоп выключить музыку вернись и посмотри на папоротник вот вот сюда стали этот папоротник сыграет очень важную роль в нашей истории осмотрела внимательно и хорошенько запомнить не упусти ни одной детали о чем ты говоришь вообще ну папоротник окей он просто угорает сидит в микрофон чтобы мы что вернулись в офис нет 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 линия ты же знаешь что мы ищем стэнли парабл сюжет ты меня понимаешь мы вернулись и правда хорошо пойдемте вот сюда вот те самые двери в которые мы хотели войти папоротник да нам сказали запомнить папоротник нет 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 опять линия как ты могла это с нами сделать когда мы тебе доверились мы столько прошли вместе а ты все не могу больше черта перезапускаю а ты что стэнли забудь про линию чем она вообще нам помогла мы ведь с тобой разумные люди почему бы нам не придумать свой сюжет захватывающий смелый загадочный по-моему вполне реально почему бы нам просто не пойти ну скажем в этом направлении слушай ты наслаждаешься ты демон ты наслаждаешься моими страданиями моим ага как волнительно только я и стэнли прокладываем новый путь новый сюжет тут может быть что угодно какой сюжет ты хочешь не стесняйся включи фантазию чтобы ты там не придумал стэнли я в деле да ты чё издеваешься надо мной игра это же античембер ооо нет опять стэнли с потолка вырвалась стэнли еще накладываю вето на любые влия на любое влияние линии на наш чудесный сюжет никаких линий и комнат не обращая на нее внимание и все будет в порядке я еще жду папоротника мне очень интересно как он сыграет свою роль линия свали кыш плохая линия но линию а все на ушла наконец-таки фух а выбор нужно принять решение теперь сюжет в наших руках нельзя упускать такую возможность мне даже нужно подумать минутку просто походи пока кругами и так известно что всякая дверь куда-то ведет а это значит что нам куда мы там куда мы хотим попасть есть обратная дверь ведущая сюда а это в свою очередь значит что наш пункт назначения соответствует исходной точке за обратной дверью что это за заумные фразой ты чушь несешь поэтому начав с правой двери спросим себя приведет ли нас правая дверь туда куда мы пойдем и поскольку ответ очевидно да то нам несомненно нужна правая дверь звучит убедительно логика всегда побеждает вперед стэнли навстречу судьбе ланой идем запутанная концовка так что это такое концовка путаница хотите сказать что мы сейчас в ней это все одна большая одна большая концовка перезапустить игру целых 8 раз так вот как все устроено все предопределено от смерти обе двери судя по этому плану теперь я перезапускаю игру еще раз а потом я что все все это забуду а если я не хочу забывать вот так возьму и лишусь памяти только потому что написано на этой на этой штуке стене а меня спросили почему я не могу решать почему у меня нет права голоса ты так говоришь постоянно не может быть я так не хочу не хочу чтобы игра перезапускалась не хочу начисто все забывать не хочу быть в этой западне я не перезапущу игру ни за что ни за что ни за что таймер что остановился то есть мы смогли разорвали цикл не могу нарушить все что было в этом плане как нам это понять кто-нибудь придет что-то случится папа родник придет ну ладно просто подождем вообще-то в какой-то степени это тот сюжет ты согласен не совсем уверен пришли ли мы или все еще в пути но ведь все всегда говорят что дело не в том куда ты идешь а так что я надеюсь мы в дороге скоро узнаем так ведь со временем пока если у тебя вдруг есть а они а это все еще концовка до типа вот это вот они даже они заставляют меня мыслить как бы дать это концовка такая-то а эта концовка друг другая это это сама игра это не концовка все его коллеги пропали чтобы это могло значить блин тут все по-другому опять мы видим что все изменилось и игра знает что мы видим новый контент окей а смотрите там две двери я пойду к новому опять линия линия нет ого новые материалы что еще за новые материалы только не говори мне что ты не знаешь что за новые материалы привет и спасибо что играете в стэнли парабл ультра делюкс как вы знаете стэнли парабл эта игра выпущена в 2013 году для персональных компьютеров так давно это было получив признание публики став хитом продаж двадцатом году она была расширена до версии до стэнли парабл ультра делюкс переосмыслены для консолей и персональных компьютеров стэнли парабл ультра делюкс содержит новые материалы которые расширяют мир стэнли парабл радуй игроков по всему миру а радует ли это игроков заходите и вдлите на новые удивительные приключения которые ждут вас в стэнли парабл это звучит просто чудесно и хочется увидеть новые ультра делюкс материалы теперь я вижу что еще и название такое издевательское так ладно чем с лифта пока ничего такого это начало завораживающего приключения да мы ведь сломался что тут происходит мы это мы должны куда-нибудь ехать или поехали наконец-то в какой-то веке новые материалы я готов на все сто начинаем я сейчас только задумался то что если игра была выпущена в тринадцатом году и там этот голос озвучивал то сейчас двадцать второй год 9 лет прошло это тот же самый чел хорошо то он выжил до дожил до этой части на сказать окей ужасно скучно ультра делюкс как будто так ладно посмотрим материал покажи мне материалы стэнли а вот здесь я ему должен показать новый контент ладно посмотрим это прыжковый круг по можем прыгать осталось 30 прыжков я могу только здесь прыгать хорошо распрыжка давайте то есть получается реально за это голос звучит точно так же как и девять лет назад ну все мы больше не можем прыгать все лимит классный новый контент и все это же не все новые материалы есть что-то еще правда лифт еще один лифт честно еще один лифт стэнли я должен сказать первые впечатления от этой игры так себе от не лифты и прыжки это вы называете новыми материалами может быть мне тогда просто словарь по алфавиту почитать там материалов часов на 20 будет или вот могу до 30 миллиардов посчитать это тоже запишите стэнли парабл ультра делюкс больше тысячи часов часов новых материалов и каждый так стоп тут еще что-то отлично да я знал что должно быть что-то еще посмотрим я готов ко всему мы как будто для него играем это вообще это игра не для меня для самой игры спасибо чтобы ты слышал и все да вы издевайтесь видишь стэнли вот что происходит когда жадные разработчики игр выбрасывают на рынок дешевые дополнения без всякого уважения к фанатам лишь бы еще пару долларов заработать и это еще и это еще про отношение к работе молчу я вот смотрю на список достижений в игре и глазам своим не верю тут есть тестовое достижение не трогать у них что все тесточеровщики отпуск ушли я в ярость я оскорблён и я я найду этих людей twitter и все им скажу я виноват стэнли я слишком развлекланировал новые материалы таких ожиданий ни одному материалу не оправдать давай лучше просто перезапустим игру и вернемся к тому чем хороша стэнли парабл без рюшек без заманухи просто классно проведем вместе время как раньше что скажешь друг она вся еще продолжать она все еще да совсем все другое я реально как будто играю в игру чтобы она сама собой насладилась и пойди сюда залезай вентиляцию кое-что интересное покажу не хочешь взглянуть на мой классный сюрприз для тебя ну и ладно ты все равно козел что неважно ау ау блин ладно я теперь хочу ладно ты меня уговорил я иду я иду о ладно ты не козел я не козел и хороший какая длинная концовка скажем так может быть это все было частью одной истории но то плане что не знаю как это объяснить что я не получил просто какие-то концовки а именно шел по естественному развитию игры то есть что будет есть я снова бы пошел в те же самые места по тому же самому сюжету я весь время разное пробовал помнишь каким дешевым от стоим оказались материал делюкс это навело меня на мысль о том насколько лучше стран для парабл была раньше я сделал кое-что особо и спрятал ты на разработчики не доберутся это наш маленький секрет погляди я зовут зоной памяти здесь я храню любимые воспоминания чтобы переживать лучшие моменты жизни когда захочу такие как выход стенды парабл на пк и обязательно телефон и офисные атрибуты ой как мило как сразу такое ощущение не нести мне до этого была какая-то каустрофобия оу это очень странно выглядит хорошо идем идем зона памяти стэнли парабл разве зона памяти не напоминает тебе о том какой чудесной была стэнли парабл пока не появился дешевый ремейк помнишь октябрь 2013 года когда вышла первая игра тогда у видеоигр был стиль у них был смысл золотые времена здесь игра начинает высмеивать ностальгию и всех кто упарывается по ностальгии смотрите новая видеоигра сегодня выходит только хочется здесь оказаться и музыка такая приятная а это что такое маленький стэнли память это жутковато сейчас а тут я хранил обзоры на стэнли парабл например вот этот триумф игровой журналистики 10 из 10 от destructoid.com джеймс стэфани стерлинг говорит цитирую немало игр пытались стать больше чем играми но провалились а вот стэнли парабл успешно пытается вместить в себя все игры в мире ты слышал стэнли все игры в мире как вот какой масштабной и все объявляющей была стэнли парабл она вместила в себя все игры в мире она была skyrim она была персона 3 она была всем сразу что персона 3 не знаю а теперь что она не все игры разуме она уже не стэнли парабл просто кожура сухая кожура с часовой ездой на новом лифте это что сюда нельзя что человек года это что это редактор игры я чувствую такой жесткий подвох а вот еще один трогательный отзыв теперь с games по стэнли парабл одновременно заставляет задуматься о природе выборов игр и предлагает делать такие интересные и неожиданные решения которые вообще редко можно встретить в играх 9 из 10 понимаешь что для игра была идеальной без нововведений без всяких новых материалов нужно было оставить ее наживать свой век в коробке с любимыми воспоминаниями о видеоигра игра не оставляет никакого выбора но по сути ты можешь лишь пойти да посмотреть то что тебе уготовано и как бы ты ни поступил ты увидишь то что тебе нужно увидеть если только как женщина сказала не нажмешь выйти в меню и здесь джим реально задумался ведь он может просто выключить игру и таким образом одержать победу но в реальности что даст ему эта победа игра будет закончена видео которое он снимает будет закончена он останется один в комнате и будет смотреть на свой рабочий стол думая что же делать дальше как скрасить свой досуг как спасти себя от этой бесконечно растущей скуки которая с годами становится все сильнее и сильнее все больше и больше стоит ли это победа такой участи нужна ли такая свобода или может быть ему просто стоит перестать пытаться победить победить этот бурлящий поток воды что беспощадно несет его к водопаду зачем бороться когда можно просто плыть по течению казалось бы вот-вот реальный выбор который может сделать джим сейчас бороться или сдаться но печальная правда состоит в том что выбор был уже сделан давно еще до того как джим осознал что он был